Ты слышал про новый автотранспорт в Чечне? Тумса Мобиль. Я видел эти мемы. Кадыровское министерство транспорта закупило 21, по-моему, автобус. Тумса, скажи, что ты думаешь про наступление в СУ в Курской области. Очень хотелось бы услышать твое видение. Насколько большой успех это для Украины? В чем цель оккупации этих территорий? Какие перспективы? Я не военный эксперт, чтобы давать военную оценку этим событиям. Я лишь скажу, что я очень рад этому наступлению. И в политическом плане это очень серьезный успех. Я не знаю, наблюдаете ли вы за реакцией Запада, но после того, как это Курское наступление началось, западные страны, западные в плане европейские 100% очень осмелели. То есть они как-то уже менее опасаются каких-то действий Украины на территории России. И это, конечно, очень серьезный такой удар по репутации Путина, по в целом вот этому орелу неприкосновенности российской территории. То есть в этом плане, чисто в политическом плане, Украина очень серьезных результатов добилась. Что касается военного, военной темы, то тут я не буду. Здесь я наоборот слушаю различных военных экспертов. Кто-то смотрит на это скептически, кто-то говорит, что да, в военном плане тоже это есть успехи, но они как бы тактические, то есть это ненадолго и так далее. Не знаю, я здесь, наверное, просто зритель этой темы, но в политическом плане это очень круто. Почему ты так удивлен решением Франции? Получается, до этого тебе казалось, что преступная власть во Франции являлась правовым государством, что тебя удивляет действия Франции. До этого до чего? До истории с Павлом Дуровым? Нет. До истории с Магомедом Гадаевым? Да. До истории с Магомедом Гадаевым не было такого прецедента, когда Франция бы, игнорируя собственные законы, вопреки, чтобы она высловала человека. Это не значит, что мы говорим, что Франция была там хорошим, идеальным государством. Нет. Но что отличает правовое государство от неправового? Правовое государство это то, которое соблюдает собственные законы. То есть власть соблюдает законы, власть эти законы навязала людям, заставляет людей их соблюдать и сама их соблюдает. Вот это государство является правовым. Даже если сама правовая система нам может не нравиться, она плохая, что бы ни было, но если это государство вот в таком режиме существует, плохие там законы, суровые, какими бы они ни были, но если они соблюдаются, это государство правовое. Пока власть соблюдает собственный закон. И вот когда Франция нарушила собственный закон, когда министр внутренних дел, вопреки решению французского государства, запрещающему высылку Магомеда Гадаева, все-таки его выслала, вот этот момент для меня это прецедент, когда я теперь говорю, что нет, Франция, я не могу уже назвать полноценно правовым государством. Если бы после этого были бы приняты, допустим, меры в отношении людей, допустивших это, они бы понесли заслуженную ответственность, то опять-таки мы говорили бы, что да, Франция, нравится она нам, не нравится, запрещают хиджабы, там, что бы ни происходило, но если оно свои законы соблюдает, оно правовое, в этом нет сомнений. Другое дело, если суть твоего вопроса была в том, нравится это государство или нет, хорошее оно или нет, это не относится к вопросам правового. Оно может нам не нравиться, оно может быть плохим, но оно будет правовым, пока оно будет соблюдать собственный закон. Живу в Европе по политическим причинам, но все больше в шоке от Европы. Она медленно, но верно движется в убого-уродливый мир имени ВВП, к великому сожалению. Ну, к сожалению, в каких-то странах такие тренды есть, и действительно это очень печально. Ты слышал про новый автотранспорт, Чечне, Томса, Мобиль. Я видел эти мемы, Кадыровское министерство транспорта закупило 21, по-моему, автобус. Ну, это для городских, чисто для Грозного, для городских нужд. И, ну, нормальные такие, вроде как, заявлено, по крайней мере, что они с кондиционерами, там, такие неплохие автобусы. И, естественно, сразу появились мемы, что это, значит, в честь меня, там, Томса, Мобиль, потому что я поднимал до этого тему транспорта, отсутствие нормального гражданского сообщения между районами, что не ведется никакой работы по железнодорожному сообщениям. И, в общем, люди, как по этому, начали на эту тему шутить и назвали, ну, появляется фотография, где написано, что это Томса, Мобиль. Ну, мне в целом приятно. Я считаю, что такие вопросы, тем более, если мы своим упоминанием проблем можем повлиять на них, и это облегчает жизнь людям, пусть даже на этом делают какие-то свои дивиденды политические кадыровцы, ничего страшного. Когда благодаря этим действиям жизнь людей становится лучше, то, я думаю, это того стоит. Пусть они тоже получат с этого свои дивиденды, там, скажут, вот мы, там, позаботили, сделали, ничего страшного, зато у людей появится нормальный транспорт, хотя бы в Грозном. Вот, например, если они займутся вопросами железной дороги, свяжут все районы железной дорогой со столицей, хорошие поезда, комфортабельные, закупят, поставят. И вот, сколько бы они потом этим не кичились, как бы сильно они на этой теме не получали дивидендов, я буду этому рад. Потому что они умрут, они поменяются, железная дорога, поезда, это все останется. Даже если, даже без этого учета, просто даже при них, если люди будут пользоваться комфортными поездами, это наши с вами родственники, это в большинстве своем, это наши люди. Ведь этими поездами, этим общественным транспортом не кадыровцы будут пользоваться. Они-то нормально живут, у них машины есть, они передвигаются, там, дороги для себя сделали. У них с этим проблем нет. Проблемы есть у нас, у обычных людей, живущих в республике. И вот люди станут жить комфортнее. Я думаю, это хороший результат был бы. Закончу эфир на ноте награждения Шахзады, а то объявится. Да, кстати, давненько не было новостей о награждении Адама Кадырова, очередной медалью. И вот сегодня, наконец-таки, появилась информация, что Адаму Кадырову повесили очередной орден. Орден Кадырова. Это высшая награда Кадырова, Кадыровской Чечни. В общем, ее сейчас повесили Адаму Кадырову. За какие заслуги, за что, непонятно. Но, в целом, наверное, радует, весело, когда Адаму дают очередную награду. Субтитры создавал DimaTorzok